Опять же, не обязательно быть членом ITI для этого. Для этого нужно нажать вот эту кнопку, и вам предложат, если вы не зарегистрированы еще, вам предложат, выйдет страница регистрации. Я уже зарегистрирован, поэтому мне нужно просто ввести там email и пароль, нажать логин, и мы переходим на главную страницу или переходим по той ссылке. Я захожу в свой рабочий стол, в свой аккаунт. Вот это главная страница. Так, сейчас я посмотрю. Скажите, пожалуйста, напишите в чате, видно нормально? Ага, ничего не видно. Давайте попробуем еще раз. Сейчас мы переходим по ссылке, которая находится в любой рекламе. Регистрируйтесь по вот этому адресу. Открывается страница ITI. Еще раз попробуем. Вот она у меня загрузилась. ITI собачка home. В чате скажите, видно или нет эту страницу. Вот она у вас отображается. Видно. Хорошо. Тогда продолжаем. Отлично. Еще раз. Необходимо в правом верхнем углу нужно зарегистрироваться или залогиниться, если кто-то уже зарегистрирован. Без этого невозможно пользоваться никаким контентом, даже по этой акции. Для этого вводим электронный адрес, вводим пароль. Нажимаем логин. К сожалению, сайт только на английском языке. Об этом нужно сразу поговориться. ITI не переводит свой никакой контент на другие языки, к сожалению. У нас в конце прошлого года даже была, скажем, такая небольшая идея, начинание перевести вот этот видеоконтент на украинский и связывались с представителями ITI. Они не позволили это сделать, потому что, я так понимаю, что из-за того, что нужно слишком много проверять, они очень скрупулезно относятся к той информации, которую они предоставляют своим пользователям. В целом, каким образом выглядят сайты, что может быть здесь интересного? Прежде всего, наверху есть такие закладки. Community, Academy, Events, Scholarships, Research, Tools и About. И в целом, что такое ITI? ITI – это некоммерческая организация, которая цель – это расширять, скажем, делать промоцию и максимально расширять количество имплантологов, не то чтобы количество, а количество образованных имплантологов и знания о, в принципе, стоматологической имплантации по всему миру. Это всемирная организация. Некоммерческая она в том плане, что, несмотря на то, что вы платите взносы, ITI сама по себе деньги не зарабатывает. Эти взносы идут на образовательные программы, на организацию, менеджмент и так далее. Интересными могут быть вкладки. Первая вкладка – Community, которая включает в себя Study Club, раздел, из-за которого мы знаем об ITI. Это такие небольшие клубы, около 10-20 человек, которых обычно несколько там в стране. И эти Study Club должны организовать 3-4 встречи в год, живых встречи, на которые могут приглашать лекторов, как украинских лекторов мы приглашаем, так иногда и зарубежных, а также встречаются для обсуждения каких-то клинических случаев. В принципе, это вам известно, и, я думаю, все из-за этого знают ITI. Кроме того, здесь есть ссылка на форум, на который форум достаточно активный. Там все время обсуждаются какие-то клинические случаи. Форум действительно живой, хотя сейчас это, скажем, в свете распространения, расширения социальных сетей – это не самая какая-то популярная вещь сейчас форумы. Но, тем не менее, ITI форум живет. Вот видно, что последние публикации были там 1 апреля буквально там. Хотя сейчас все говорят, конечно, о коронавирусе. Кстати, в свете последних событий Study Club сейчас тоже активно перепрофилируют в онлайн Study Club. Я бы тоже буквально на днях пришло письмо по поводу вот этого перепрофилирования. Интересно, как это будет. Это отдельная тема для обсуждения. И как раз вторая вкладка, она относится к теме нашего сегодняшнего разговора. Это Academy. Еще раз, это огромный такой пласт информации, огромный труд очень серьезных лекторов, признанных во всем мире, который призван расширять кругозор и профессионализм имплантовоков, в принципе, по всему миру. И он может быть полезен благодаря хорошей какой-то структуре, хорошо он хорошо структурирован, поэтому может быть полезен как начинающим имплантологам, так и профессионалам, которым нужно подтянуть какие-то минимальные вещи, там, начиная от фармакологии и заканчивая, может быть, какими-то серьезными операциями, трансплантациями и так далее. Еще раз секундочку проверю, нет ли каких-то вопросов. Пока, пока все нормально, хорошо. И первая как раз ссылка здесь, это ITI Curriculum называется. Это образовательная программа для начинающих имплантологов. Она есть в онлайне. И, скажем, это какой-то целый курс, модульная программа для того, чтобы стартовать в сфере имплантологии. Это немножко не наша тема сегодня. Следующая ссылка это Education Weeks, которые проходят по всему миру. Неделя образовательная в Лондоне, либо в США, в Торонто. Естественно, что сейчас они все распланированы на конец года. Но выглядят они примерно так. С 4 по 7 ноября в Торонто в Канаде будет Education Weeks, который будет посвящен, естественно, имплантации, как и вся ITI и всем сферам, которые связаны с имплантацией. А это как парадонтология, так и протезирование, технические какие-то аспекты. Мы к этому подойдем немножко подробнее. Следующая ссылка это Assessments. Это разработанная ITI-система оценивания рисков. Система оценивания рисков, которая позволяет вам лучше коммуницировать с пациентом и для себя, в принципе, оценивать и свои силы, и, может быть, какие-то и гарантийные обязательства тоже подтягивать под эту систему рисков. Далее есть две темы, к которым вернемся чуть позже. Клинические случаи. Очень интересная тема, мы к ней тоже вернемся. И заканчивается вот этот контент, который доступен только членам ITI. Это публикациями. Публикация это ITI Treatment Guide. Это книги, которые выходят каждый год. Вот так она выглядит. Она бывает в печатном виде и в онлайн виде. И членам ITI доступны все тома, которые выходили там с 2003 года. 11 томов. И два номера журнала выходят в год, посвященные тоже имплантологу. Называется Forum Implantology. Доступны в цифровом виде абсолютно все-все-все номера. Также очень интересная вещь – это Consensus Database. Такая огромная база научная, к которой вы можете обращаться в любое время по любой теме, которая вас интересует, вот узкой теме. Дело в том, что каждые пять лет ITI собирает консенсусные конференции, посвященные вопросам имплантологии, естественно, на которые они делают обзор всей литературы за эти пять лет и выдают какие-то, скажем, резюме по каждому разделу касательно имплантологии. Начиная от нагрузки, планирования каких-то диагностики, может быть, рентген-диагностики и заканчивая протезированием, сроков протезирования. Вот вы видите, есть такие разделы, начиная от локальных факторов риска, анамнез пациента, вот то, что я говорю по поводу компьютерной томографии, точность измерений на компьютерной томографии и если мы зайдем на любой раздел, например, вот протоколы нагрузки, то можно будет увидеть выводы этой конференции с какими-то параметрами выживаемости имплантатов при одном или другом виде нагрузки и сделать для себя выводы, взять что-то из этого себе в практику. Очень полезная вещь. Или если вы читаете какие-то лекции, тоже, в принципе, это очень-очень удобно использовать. И как раз давайте перейдем к тому, что более насущно сейчас, то, что касается конкретно этой акции. Это вкладка, вот она выглядит с такими дорожными знаками, да, она называется «Обучающие пути». Она доступна сейчас всем пользователям, вам после регистрации всем будет тоже доступна. Открывается такая картинка, да, и открывается возможность выбрать путь обучения или какой-то обучающий модуль, скажем, да. Здесь очень здорово выстроена логистика в том плане, что вы можете подобрать конкретно тот путь, который вас интересует, и в нем тоже вы можете выбрать какие-то вещи, какие-то вещи выбрать, те, что вам нужны, какие-то вещи отбросить, да, чтобы не тратить очень много времени. Информация вся структурирована и сжата, опять же, тоже не занимает очень много времени найти какую-то, найти конкретно то, что вас интересует. В целом, для навигации здесь есть окно поиска по ключевым словам. Можете искать, естественно, к сожалению, только на английском, все что угодно, там, цирконий, может быть, там. Вот видите, сразу всплывает окошко, ну, скажем, это pathway, путь обучения по циркониевым имплантатам, либо, может быть, по коротким имплантам. Сейчас нет, ну, любые какие-то ключевые слова, поиск по ключевым словам. Можно выбрать категории. Категории выглядят вот так, анатомические и биологические принципы. В каждой категории есть подкатегория. Биологическая ширина, биомеханика, формирование кости, качество кости, ремоделировка костной ткани, нервы и сосуды, остеоинтеграция, структуры костные, переимплантные мягкие ткани, заживление тканей. И это подкатегория, категория анатомии, биологические принципы. Далее диагнозы, оценка. Очень интересно, в том числе вот эта система оценивания, разработанная ATI, та, которую можно пользоваться онлайн, о которой я ранее говорил. По ней можно отдельно просто вебинар сделать, он занимает тоже минут 30 дней разобраться. Ну, очень-очень хороший инструмент конкретно для пациентов, для общения с пациентами. Он очень здорово работает, потому что это все набираете на компьютере, при нем это дальше нужно распечатать, как мотивация здорово работает. По типам клинических случаев, какие-то, может быть, одиночные, участок аденки, либо аденки, где там все нижние челюсти, либо верхние. По материалам абатменты, либо какие-то, может быть, костные материалы. Далее общие темы, такие как образование, либо пациента старшего возраста, либо там история имплантации, если вас там интересуется, в принципе. А в то же время интересно сравнение имплантатом с традиционным протезированием, тоже параметры выживаемости и так далее. Аспекты юридические, правовые, далее осложнение, выживаемость долгосрочная, успехи-неуспехи, протезирование с подразделами каткам, выбор абатмента, лаборатория, эстетика и хирургии. То же самое. Менеджмент, костные, направленная, навигационная хирургия, процедура остеотомии, планирование. И что интересно, вы можете выбирать не одну категорию, а несколько. Выбирая одну категорию, качество костной ткани, мы видим, что существует два пути обучения по этому направлению. И можно еще сузить параметры поиска, допустим, выбрав две категории, и у нас тогда остается только один вот этот путь. Для, может быть, более удобным, может, в целях какой-то обзора, в принципе, можно просмотреть, какие существуют конкретно вот эти пути, все, которые существуют, в принципе. выбрать для себя какой-то один для примера. Мы это сделаем чуть позже. С такими же категориями, да. То есть у нас введение в имплантацию в целом, то есть это анатомические какие-то принципы, функциональные, фармакология, например, какие-то базовые вещи по материалам, в том числе подбор имплантата, типа имплантата. Здесь есть и имплантаты с уменьшенным диаметром тема. Далее то, что касается какой-то частной практики, конкретно как выбор системы имплантации, так и, опять же, пробовые аспекты, фотография, между прочим. Далее, извините, диагнозика и планирование, оценка эстетических рисков, обследование пациента, анамнез, очень много, на самом деле, моментов. И заканчивается все протезированием и хирургией. Мы всеми-всеми ортопедическими какими-то этапами, начиная, опять же, виды оттисков, аналоговые, есть цифровой оттиск, где-то, фиксация, керамические материалы, материалы для фиксации и для восстановления, в принципе, здесь говорится как керамика, так и фиксационных материалов, цифровые оттиски. И в хирургии, начиная, не начиная, здесь почему-то начинется с направленной костной регенерации, 1-минутно, удаление травматичное, много-много-много, дизайн-воскута. И в конце концов поддерживающая терапия и какие-то прогнозы, долгосрочные, в принципе, прогнозы. Гигиена на имплантатах, поддержка гигиеническая. Для большего удобства существует специально создана карта, которая это еще более структурирована. Кроме того, здесь можно увидеть пути, которые планируется только создать, по которым еще пишется материал. Есть активные и неактивные эти пути. И, в частности, здесь вот эта разбивка по категориям поддерживается еще и светом, как и в предыдущих, но здесь это более наглядно, скажем. И можно выбрать себе в целом какой-то подраздел, в разделе введения, то, что мы только что обсуждали, дизайн имплантата, более структурированный. Одноэтапный пункт, а двухэтапный и редуцированный. Либо выбрать протокол нагрузки, например. Давайте посмотрим в целом. Выбрать какой-то протокол нагрузки. Так выглядит эта карта. Давайте посмотрим то, как выглядит какой-то путь и что это такое. Дело в том, что это не просто одна лекция. Вот этот путь – это что-то вроде модуля, который затрагивает все касательно этой темы. Здесь краткое описание этого модуля. Написано то, что вы, скажем, будете знать в итоге по завершению обучения. Вы можете это поставить в закладке. И здесь есть, скажем, ссылка на конкретно уже обучающие видеокомпоненты, которые содержат вот этот вот обучающий путь. Начинается это все с теории и принципов, а также существуют клинические случаи. То есть делятся на теории и принципы и клинические случаи. В свою очередь все абсолютно материалы здесь делятся на вот такие, скажем, какие-то схематические видео обучения и на выдержки из каких-то конференций. Все схематические видео, они там подсвечены одним цветом, а видео из конференции подсвечены другим. Вот написано. Схематические видео, он называется Learning Module, то есть модуль обучения. И либо лекция с конгресса. Кроме того, сюда же добавлены сразу, так как это целый путь обучения, в конце концов, выдержки из консенсусной конференции, заключение именно по этой теме. И давайте опять же посмотрим, как выглядит, например, вот этот модуль обучающий. Выбираем обучающий модуль, введение в фармакологию. Здесь написано, кто автор. Опять же, что вы узнаете, здесь просуммировано конкретно после завершения обучения по этому модулю. Здесь есть кнопка, очень интересная, перейти к оцениванию. Дело в том, что здесь разработаны экзамены, по которым вы можете проверить себя. После, не обязательно после обучения, в целом вы можете перейти к системе оценивания, к этому экзамену, проверить себя по любую теме и получить тот или иной результат в процентах, 90%, 80% или 100%, в зависимости от того, как вы ответите, и узнать, насколько вы хороши в этой теме. Но интересно то, что ITI еще и занимается каким-то поощрением, скажем так, да, и в случае правильного прохождения какого-либо теста, в случае правильного прохождения какого-либо теста вам начисляются баллы, даже очки называются, Academy Points, которое сохраняется у вас, скажем, в вашем профиле, и даже не имея, скажем, не проплачивая никаких денег, путем накопления вот этих Academy Points, далее можно покупать вот эти вот обучения. Для чего их покупать, в принципе? Во-первых, для обучения, во-вторых, вот кнопка «Купить», да, во-вторых, за каждый вот этот модуль начисляются баллы. Как вы знаете, сейчас у нас эта система баллов уже активно развивается, может быть, мы затем можем использовать, как-то чуть позже сможем использовать вот эти вот часы для того, чтобы закрывать, скажем, наши категории, подтверждать и так далее. Не знаю. Но для того, чтобы вам выдали сертификат, естественно, его нужно приобрести, недостаточно просто просмотреть. Соответственно, после того, как вы проходите экзамен, экзамен, если вам это интересно, вы получаете процент, насколько вы выполнили, и получаете или не получаете Academy Points, вот эти очки. Выглядит это примерно так. 20 вопросов, нужно сказать, правда или неправда, вот и вопрос по фармакологии, там два варианта ответа. Иногда бывает больше, чем два. Такая интересная фишка. Ну, оставим пока систему оценивания. Все-таки вернемся к нашему обучающему модулю. Нам не обязательно проходить, естественно, никакой экзамен до того, как мы начнем. Сейчас, извините, вернусь, проверю, все ли там нормально, вопросов тоже пока никаких нет. Хорошо. Мы можем начать наш модуль обучения. Напомню, начальный курс введения в фармакологию. Выглядит это как видео. Предлагается это когда-то, там, что-то просматривалось, место там, где я закончил, либо с самого начала начать. Опять же, на английском языке. Выглядит как презентация с видео, которое вы можете там перелистывать. Какие-то тезисы. С левой стороны здесь есть меню. Подразделами, опять же, можно переместиться сразу туда, туда, что вас там интересует, если вы ищете какую-то конкретную деталь какую-то. Здесь есть вступление, цели, обучение, терминология, все что угодно полностью. Какая менюшка. Мы можем переключиться дальше по меню. Фармакология, наверное, не самая интересная динамичная инфекция. Ну, обычно здесь также присутствует, заканчивается все какими-то клиническими случаями, и, может быть, выдержки также из конференции, и заканчивается все клиническими случаями. Клинических случаев не мало. Постараемся найти что-нибудь такое более подходящее. Давайте практическую вещь. Нас интересует, например, беззубая верхняя челюсть, какие-то тотальные работы. Мы заходим опять в эти пучки обучения и выбираем хирургическую, ищем хирургический раздел. Я чуть быстрее это сделаю, просто чтобы не задерживаться. Я знаю, что он уже там сразу не грузит. Вот. Беззубая верхняя челюсть. Четыре результата. Конфигурация имплантатов для съемного. Давайте посмотрим. Хотелось бы просто видео какие-то примеры посмотреть. То же самое. То есть краткое описание этого пути обучения. Что мы получим, что входит туда. Конкретно в этот путь входит теоретически. Такое видео и заключение опять же какой-то консенсусной конференции. По количеству конкретных имплантаторов, которые нам необходимо использовать на беззубой нижней челюсти. то есть вектор. Вступление. Здесь уже с картинками что-то. И вот конкретно по нашей теме в подразделе очень-очень-очень много опций. Два имплантата, один имплантат, четыре имплантата. Съемный протез на четырех имплантатах. Такая под темы. Описаны плюсы и минусы. Варианты расположения. И как-то мне нужно делать, да? Что, как, почему, почему мне нужно делать. И то же самое для верхней челюсти. Более чем четыре имплантата. Варианты расположения. То есть по любой теме мы можем найти себе вот такой вот путь. Путь это значит, что вам нужно будет просмотреть чаще всего гораздо больше одного ролика, потратить какое-то время, может быть, несколько часов или даже там день для того, чтобы полностью глубоко вликнуть в одну тему и хорошо изучить. По завершению этого пахлы можно пройти экзамен и тогда уже, скорее всего, получите стопроцентный результат и заработайте эти реки дамы полиции. Если вас интересует какой-то конкретный, вот совсем, не знаю, тонкий аспект, для этого есть раздел не пахлы, а теория-принцип с точно такими же категориями, скажем, с такой же системой выбора категории, но уже вам не нужно будет просматривать никакие дополнительные там заключения концессорной конференции и так далее. То есть тут конкретно какие-то лекции, которые вас там могут интересовать. Вот, например, здесь есть классификация тоже по видам кейса, хирургические шаблоны, все то же самое, но уже без привязки к какому-то такому глобальному обучению. Временные коронки. Вот, например, такая есть лекция по этой теме, то есть, как вы видите, здесь уже гораздо больше вариантов по одному и тому же, скажем, по одной и той же теме, есть большее количество вариантов, вы можете автоматически выбрать, вы хотите посмотреть по теме, например, остеоинтеграции какой-то теоретический модуль, либо вы хотите посмотреть выдержку, например, из конгресса доклад Альберксона на эту тему, либо выбор другого автора. Здесь уже более конкретные какие-то моменты. Ну, давайте посмотрим того же Альберксона, что мы увидим. Схема та же самая. Результат можно начать, либо купить, чтобы получить там 0,43 часа. Также здесь внизу перечислены, скажем, категории, к которым относится это видео, если вы хотите больше погрузиться в эту тему. Как выглядит выдержка из конференции. Это просто видео. Здесь уже нет никаких подразделов, мы не можем никуда перемещаться. То есть, по сути, это просто запись с какой-то инфляции доклада какого-то участника. Она всегда в великолепном качестве, в очень хорошем. выглядит одинаково, да. То есть, есть докладчик, хорошо видно всегда его презентацию, можно все прочитать, заскринить, если что-то нужно. Кстати, что немаловажно, конкретно в этих модулях, тоже кому проблематично с английским языком, в модулях выбираем любой. Есть сопровождение текстовое. Чаще всего я встречал по каждому видео, абсолютно есть текстовое сопровождение, которое можно скопировать, и, если что, можно забить его, например, там в Google Translate как вариант. Если вот так это выглядит. Тут не так много текста. Это какая-то сумма того, что здесь будет сказано или написано. Здесь вы можете посмотреть картинки, а это текст перевести, например, в Google Translate. можно скопировать без проблем и перенести в Translate. Поставить на паузу, то что нужно, определение ангалярного тростка. И, если нас интересует какая-то более практическая часть, то есть мы увидели, что есть какие-то пути обучающие глобальные, есть конкретные модули, либо выдержки из конгрессов по интересующей вашей памяти. Если вас интересуют какие-то клинические видео, скажем, применение на практике каких-то вещей, то для этого есть вкладка Clinical Applications. Та же самая схема, выбор категории. Здесь немножко другие сами категории, то есть анатомические риски, можно выбрать, это будет передняя зона, либо это Full Arch, это будет прикручиваемое, либо цементируемое. здесь очень много по протезированию информации, так как я занимаюсь протезированием и хирургии, мне очень удобно то, что здесь процентов 40, наверное, информация по протезированию. Хотя, наверное, разбивка по процентам даже немножко не такая. очень много уделяется диагностике и оценке рисков, есть организация к этой практике, хирургия, большой пласт, ортопедия и поддержка, то есть уход в принципе за протезирование занимает процентом в месяц информации. Можно увидеть в принципе любой клинический кейс, точно так же можно купить. Вам за это дают там 0,15 часов. Выглядит видеопрезентация, либо бывает виде-видео, видеопрезентацию можно полистать. Как выглядит ситуация до генологически эстетемия, вышивание и поэтапно бордерин. ранняя установка имплантата в области нижнего левого 2-го примоляра и 2-го маляра. Установлено имплантата на момент GVR коллаген в таком же виде есть видео. Для того, чтобы понимать, насколько это подходит вам или не подходит, здесь есть разбивка по классификации как раз здесь SAC, которые мы ранее упоминали. По классификации SAC, это считается достаточно сложной манипуляцией. вы понимаете, что если здесь будет какой-то базовый уровень, может быть он для вас будет неинтересен. Либо наоборот. Давайте посмотрим видео. Есть или нет. Я видел видео 100%. Здесь тоже в очень хорошем качестве была имплантация во фронте. Здесь указано клиникал кейс видео. А если клиникал кейс репорт указан, то соответственно там будет презентация либо просто фото. Заставка и видео. Не знаю, как у вас отображается в великолепном качестве. Можно сделать тоже на весь экран. Сейчас вернемся. Есть какие-то вопросы по этой части пока открывается. еще раз если просуммировать у нас есть обучающие пути. Есть теоретическая база данных, которая включается обучающие модули и выдержки из конгресса и есть практические кейсы. Здесь база данных на данный момент считая 143 очень хорошо задокументированы клинических случаев. В принципе там не всегда даже есть какое-то сопровождение аудио либо текстовое, поэтому нужно зайти ознакомиться с этой информацией. Я думаю, что она в любом случае будет интересно. попробовать для себя какой-то обучающий модуль для начала либо если вы располагаете временем, то можно начать какой-то даже обучающий. после того, как вы сдаете, если вы вдруг захотите сдавать вот эти экзамены и заработать эти академии поинтс, даже после того, как у вас закончится пробный период, вы допустим являетесь членом IT-Item уже прошло 30 июня, пройдя какие-то обучающие пути, поздавав экзамены, вы можете накопить эти академии поинтс, смотрю, вот как они вылетают, у меня 227 академии поинтс, я могу их тратить на то, чтобы просмотреть после этого бесплатного периода и получить сертификацию баллами, которые пригодятся или не пригодятся в дальнейшем. И немножко хотел бы выглядят эти экзамены, которые определяют ваши пробелы. Тоже все разделено полностью по категориям. Принцип везде одинаковый для того, чтобы было проще. Здесь витя язык только английский. По фотографии, по любым, любым, любым темам. Протезирование, дальше ходят хирургия, все, как всегда, и дальше уход. его планирование. В принципе, так выглядит эта вся система, так она работает. Я думаю, что для любого человека будет интересно хотя бы попробовать потестировать эту систему. Я для себя ее открыл несколько лет назад. На самом деле она не работает столько же, сколько работает я для себя открыл несколько лет назад. Я был просто в шоке, потому что такие там мэтры, как Дэниел Бузер, очень много Стивен Чен делятся для тебя с тобой информацией. мало того, она еще настолько разжевана и структурирована, что тебе просто по сути нет шансов не вынести какие-то не знаю, не изучить абсолютно все досконально конкретно по этой теме. Еще несколько лет назад они только обновлялись и добавлялись. Я смотрел все-все-все видео по этой теме. Не по этой теме, а все видео, которые добавляются. Сейчас там такая огромная библиотека, что нужно потратить очень много времени для того, чтобы досконально изучить даже несколько категорий, я уже не говорю, там все идет. 143 только клинических случаев практических, они даже не участвуют в этих модулях, естественно, в конференциях их нет, то есть это отдельная информация. Соответственно, объем колоссальный. и очень-очень здорово проработаны вот эти видео, которые схематически, то есть видео по теме в полости рта это одно, это тоже очень важно, но иногда схематические указания, они гораздо более детально показывают и позволяют вам перенять какую-то технику или лучше отображать анатолию, какие-то фотографии, они здесь сделаны на очень высоком уровне, в принципе. вопросы. После бесплатного периода сколько будет стоить доступ? Ну, на данный момент я думаю, что все очень сильно меняется. В прошлом году если вы проплачиваете членство вайтиай с самого начала года это стоит 300 швейцарских франков, это чуть-чуть больше 300 евро. Это членство на год, которое позволяет вам принимать участие в вайтиай стадиклабах, это то, о чем я говорил, самая известная штука, позволяет вам пользоваться электронной библиотекой со всеми публикациями даже тех же treatment guide. Treatment guide, кстати, сейчас очень интересный последний treatment guide по хирургии на статической важной зоне. До этого был по осложнениям биологическим, механическим, но они такие актуальны, на самом деле. Если покупать там старые treatment гайда не имелось смысла, но за 2003 годом устаревшая информация была, то сейчас они достаточно актуальны. Есть возможность получить к ним доступ сразу ко всем за эту цену. вы получаете доступ ко всей академии бесплатно ко всей информации до 30 июня, затем нужно докупать вот эти академии points, либо зарабатывать их, проходя экзамен. То есть есть два варианта получения, скажем, информации, либо просто платите, либо проходите экзамен, и потом зайти академии points, покупаете опять же обучающие этим видео. Сколько стоит сейчас академии points, я точно не знаю, можно после того, как вы зарегистрируетесь в личном кабинете, эту всю информацию увидеть, ну я советую сейчас просто хотя бы попробовать, затем уже вернуться к вопросу покупки, потому что скидки сейчас сумасшедшие и то, что стоило в начале года одну стоимость, к тому же июня может стоить совершенно других денег, как минимум сейчас они буквально тоже в прошлой неделе выдали скидку в 500 евро на вот это обучение для новичков, полный курс чтобы стать имплантологом, точно так же я думаю, что у них там будут скидки в начале в начале в начале года полное членство айтии 100 300 швейцарских кроме того, если вы покупаете не в начале года, они не заставляют вас платить 300 швейцарских франков в зависимости от того, скажем, сколько месяцев осталось, вот эта сумма как-то там делится и вы платите в принципе меньше, но тогда не факт, что вы получите бумажное издание Treatment Guide. Вообще существует два вида подписки, одна цифровая и вторая аналоговая. Аналоговая подписка предполагает то, что вам на почту придет бумажная версия iTreatment Guide за этот последний год и два журнала форума Plantologicum. Форума Plantologicum приходит только на английском, а Treatment Guide с какого-то по-моему с восьмого или девятого издания не остается еще на русском, есть издание на русском. Либо вы можете выбирать цифровую подписку, она немножко дешевле, но тогда вам не приходит эта печатная книжка. Больше в принципе там никаких различений. Кроме того, за цифровую подписку вы получаете дополнительно вот эти Academy Points по стоя Academy Points за каждый год подписки. Тоже в принципе не знаю насколько вам нужен печатный гайд, если можете читать электронном виде хорошо. В принципе Treatment Guide это не художественная литература и она тоже очень структурирована и там удобнее искать информацию вот может быть даже в цифровом виде похоже на вот эти все категории да есть Treatment Guide есть теоретическая большая часть которая основана опять же на всех этих review и резервчер затем практическая тоже очень четко структурировано разбито и какие-то выводы то есть вы можете может быть не обязательно читать всю книгу обратиться конкретно к теме которые сейчас какие еще вопросы будут по этой теме я постарался просто коротко рассказать о той части которая обычно не очень популярна наших пользователей не все знают многие состоят в стадии клабе и не пользуются этой информацией которая лежит на поверхности достаточно опять же уникальной информации потому что предоставляется мэтрами проверенная информация и как всегда очень проверенная мой тярь поэтому просто хотел сделать обзор небольшой возможности которые вам предоставили прямо сейчас чтобы они не прошли аром хотя бы месяц который мы там сидим дома и частично сидим дома можно было посмотреть какие-то видео кто владеет английским для них вообще просто огромная литика очень-очень крутая информация все больше вопросов нет будем тогда заканчивать вам тоже спасибо большое за внимание я надеюсь вы получили ответы на какие-то свои вопросы сейчас зарегистрируйтесь и сами уже более подробно посмотрите на самом деле там надо самим полазить нужно потратить весь день до конца на изучение какой-то информации я помню в первый раз когда только зарегистрировался у меня этих букмарков закладок было немеряное количество потому что бы их только пересмотреть ой это интересный и это интересный класс и по протезированию и по хирургии здесь это и фармакология это тоже тема которая никогда не освещается на самом деле толком нигде тоже очень интересно там и взаимодействие тоже лекарственных препаратов тоже на что мы не обращаем внимание очень много интересных еще раз вебинары посмотреть что имеется ввиду такие вебинары вебинары которые организовывают компания white или на youtube странице компании хорошо единственное что опять же здесь из-за того что была демонстрация крана не знаю насколько я надеюсь что было видно я все хорошо ребят всем до свидания всем спасибо еще раз пока я